В свою очередь, политолог Карлес Даугш считает, что на этот раз президенту стоило воздержаться от комментариев. Правда, исследователь Института внешней политики Раймонд Трубловский спридерживается противоположного мнения и не считает, что Латвии нужно ухудшать отношения с Россией. За отрицание оккупации в Латвии будут сажать в тюрьму. Сейм накануне утвердил во втором чтении поправки к уголовному закону, которые вполне могут привести к серьезным конфликтам, почти 16 марта. Депутаты Сейма поддержали поправки к уголовному закону, который предусматривает лишение свободы за следующие вещи. Публичное отрицание, оправдание, прославление или грубая тривиализация оккупации Латвии Советским Союзом или нацистской Германией. Уголовная ответственность будет распространяться также на тех, кто поставит под сомнение или будет оспаривать Холокост или преступление против человечности. Действия латвийского парламента вызвали возмущение мэра Венсполса Айвара Лембергса. Вот цитата. Думаю, большую глупость сделать сложно. Несомненно, принятие такого закона пока во втором чтении направлено на существенную дестабилизацию внутриполитической ситуации. И это гораздо серьезнее, несравнимо серьезнее, чем шествие или возложение цветов 16 марта. Конец цитаты. По словам Лембергса, если Сейм примет скандальные поправки в третьем окончательном чтении и новая редакция закона начнет применяться, это неизбежно переведет к конфликтам. Вырастет напряжение между думающими людьми с разным пониманием истории. Представитель оппозиционного центра согласия Валерий Агешин ранее также предупредил, что поправки о наказаниях за отрицание оккупации, благодаря расплывчатости формулировок, могут быть использованы для преследования инакомыслящих. Между тем, глава латвийского общества политрепрессированных Гунерс Реснейс закручивание гаек поддержал. Он заявил, что демократия это не пуп земли, а Латвия, по его словам, пострадала от обеих оккупаций. И от советской, и от немецкой. Несколько дней назад в детской больнице умерла...